В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Больше рейсов, больше желающих путешествовать. 2 миллиона 800 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Махачкалы в прошедшем году. Теперь будет, где хранить овощи. Первый этап строительства крупного фруктохранилища в Магаранкенском районе близится к завершению. Призовые места второй год подряд. Дагестанский жеребец занял второе место на престижных скачках в Дубае. И снова неутешительная статистика ДТП. Всего за прошедшую неделю в Дагестане зарегистрировано 18 аварий, в которых 24 человека получили ранения и четверо погибло. Одно из них произошло накануне в Карабудахкенском районе. На автодороге Параул-Доргилии 23-летний местный житель за рулем ВАЗа не справился с управлением автомобиля и въехал в дерево. В результате водитель скончался на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. 2 миллиона 800 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Махачкалы в прошедшем году. Это почти на 12% больше, чем в 2022 году. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сургут. Из международных локаций наибольшим спросом пользовались Стамбул, Дубай и Баку. Воз более 80 тысяч тонн растеневойческой продукции через границу проконтролировал Россельхознадзор с начала этого года. Товар прибыл в Россию из Ирана и Турции. В 20 партиях овощей и фруктов обнаружены карантинные вредные объекты, такие как западный цветочный трипс, средиземноморская плодовая муха, восточная плодожорка и южноамериканская томатная моль. В настоящее время подкарантинная продукция обеззаражена. Первый этап строительства крупного фруктохранилища в Макарамкенском районе республики близится к завершению. Мощность объекта более 5000 тонн. Работы проводятся в рамках инвестиционного проекта по развитию интенсивного садоводства, который реализуется в окрестностях села Джепель. В общей сложности уже высажены деревья на 200 гектарах. Сооружен водоем с площадью более двух гектаров. Работает насосная станция, а сады оборудованы капельным поливом. Электричество подано, все подано, все есть. Оборудование холодильни мы купили из Италии. Есть фирма, которая называется «Фрукт-контроль». Сады оборудование из Франции. Называется фирма «Мафродо». Считается, что это лучшая фирма. Их есть в Северном Кавказе, в двух-трех местах. Есть в Краснодаре. Сейчас они тоже обещают за 2-2,5 недели. Потом пойдет шеф-монтаж, подготовка специалистов и так далее. Имеющиеся насаждения, согласно проектным ориентирам, способны выдавать до 12 тысяч тонн плодов в год. Поэтому мощность фруктохранилища планируют в последующем увеличить вдвое. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с делегацией из Навалакского района. В их состав вошли религиозные деятели, общественники и аксакалы. Представители духовенства рассказали о работе, которая ведется во всех селах района, в особенности в разрешении национальных вопросов. На сегодняшний день на Навалакском районе 20 мечетей, 15 мечетей, которые совершают джуман-амаз и 5 квартальных мечетей. Также функционируют в районе 4-3 мечетских мактапов. Мы недавно открыли мечеть в селе Большой, это чеченское село. В районном центре также строится джуман-мечеть. Там была джуман-мечеть, это вторая джуман-мечеть. И они реконструируют, делают в три раза больше. И в селе Ярексу строится передорожная мечеть. Примечетский мактап строится в селе Тухчар. На данный момент учатся в мактапах 318 мальчиков и 205 девочек. Я лично сам рад, что до этого времени дожил и что выезжал вот такой процветатель нашего ислама. Конечно, Шамиль, они все доложили об их работе. Я хочу подчеркнуть, мы тоже эту работу видим. Особенно хочу подчеркнуть, вот этот фонд Инсан в нашем районе, она очень помогает. Эти люди систематически раздают вот этот благотворительный фонд, продукцию, другие там, имущественные, и помогают людям. За это им большое спасибо. Мофтий Дагестана поблагодарил присутствующих за проделанную работу и отметил, что сам жил в Навалакском районе в течение 10 лет. Эти годы я считаю лучшими годами моей жизни, потому что я видел, чувствовал, хорошие люди там собраны. За это я очень благодарен. Когда медресе, по-моему, открыли на Вачуртахе, я там и официально сказал, я себя считаю жителем, выходцем этого селения, потому что лет 10 жить своей жизнью. Это многое значит. То, что мы начали с благодарностью, признательностью перед Всевышним, это, конечно, очень важно, потому что в Коране Всевышний говорит, если вы будете благодарить за те блага, которые Аллах вам дал, то непременно Аллах увеличит это, приумножит эти же блага, это очень важно. После ценных наставлений и советов по улучшению работы на местах Муфти Республики вручил гостям памятные подарки. И о спорте. Боец Магомед Анкалаев приблизился к титульному поединку в UFC. В минувшие выходные Махачкалини содержал 10-ю победу в лучшей мировой лиге. В главном поединке вечера на турнире в Лас-Вегасе Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера. Бой завершился во втором раунде. Победа приблизила дагестанского микс-файтера к титульному поединку в полутяжелом весе, которым сейчас владеет Алекс Пирейра. Волейбольный клуб Дагестан одержал очередные победы. Махачкалинцы выиграли оба матча с седьмого тура чемпионата России среди команд высшей лиги Б. В гостях был обыгран клуб «Грозный» из одноименного города со счетом 3-0 и 3-1. Так, подопечные Магомеда Магомедова за семь туров победили во всех 24 проведенных матчах и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу. Следующие встречи Дагестан проведет дома с 25 по 28 января. Дагестанский жеребец занял второе место на престижных скачках в Дубае. Об этом сообщают пресс-службами сельхозы республики. Хироумо представляет конный клуб Фазилия Койлакаева из Ногайского района. Скаковая лошадь уступила победу своему противнику из Казахстана по кличке Кабирхан. Спортивное состязание прошло на ипподроме Мейдан 12 января. Отметим, что ранее Хироумо выиграл на большом всероссийском дерби в 2023 году и получил звание лучшего жеребца России в возрасте трех лет. Кабирхан отрывается от соперников и приближается к финишу. Его преимущество составляет корпуса 4, но оно перед Хироумо. Кабирхан! Кабирхан выигрывает! Хироумо вторым и Аллахреш третьим на четвертом месте Селтик Принц. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!